Другим темам в Орле. Спасатели продолжают разбирать завалы, которые образовались из-за обрушения стены многоквартирного дома. Как стало известно, жители уже давно писали письма о плачевном состоянии здания вместо администрации, но чиновники, похоже, не торопились решать эту проблему и расселять людей. Только чудом обошлось без жертв. Ирина Никольская подробнее. Пол буквально ушел из-под ног. Грохот и в считанные секунды два этажа многоэтажки превратились в груду строительного мусора. Огромная дара в стене, куски бетона, пара деревянных досок, а как напоминание о былом уюте. Картина на уцелевшей части комнаты. Пожалуй, все, что осталось от двух подъездов. Дом словно после бомбежки. Его с ужасом разглядывают жильцы. Я даже не могу. Это аналогично. Мы уже отплакались. Софья Заря своими глазами видела, как рассыпается ее квартира. Женщина даже вскрикнула от испуга. Теперь уже тихо. Оплакивает свое жилище. Я вышла около восьми часов на работу. Прошла часть моста. Всю ночь все рушилось. Все обрушалось. Все сыпалось. И рухнула стена. Под обломками осталось все. Документы, техника, мебель. Спасатели в эти минуты пытаются сохранить хотя бы часть имущества. К счастью, никто из жильцов не пострадал. Сейчас проводятся работы по разбору завалов. И будет приниматься решение по дальнейшей судьбе дома и расселению жителей. Трещины шириной с ладонь были в этом доме уже давно. Люди не раз жаловались на плачевное состояние здания. Но чиновники лишь отчитывались о выполнении предписаний. На деле постройка продолжала рушиться. Комнольщики называли огромные трещины. Совсем незначительными. Извините, господин Бабылев. Я к вам обращаюсь. Бабылев, да, в телевизоре. Вот это. Властяная трещина. Но после ЧП все в один голос утверждают. Об опасности предупреждали. Каждого собственника делали все возможное. Были части конструкции, которые находились в аварийном состоянии. Все жители получили уведомления о необходимости переезда. В том числе в маневренный фонд. Это старое разрушенное здание выглядит жутко. Но жильцов это не отпугивает. На то, что осталось от их квартиры, они смотрят словно на музейный экспонат. Ведь здесь они провели не один год жизни. Елена Никольская, Елена Швецова. Экстренный вызов. Елена Никольская, Елена Швецова.